Вы говорите, все устраивает, все хорошо. Вас устраивает это почему? Потому что давно не было ремонта и хоть что-то обновили? Или вы считаете действительно, что сделано качественно? Нет, ну почему? И обновили, и поправили. То не только у нас. У нас тоже был асфальт. Сергей Юрьевич, поясните, вот эти допустимые в пешеходной зоне, вот видно, это дождевые скопления. После прошедших дождей, вот мы видим, что они по всей длине идут. Подрядная организация обрабатывала пропитками глубокого проникновения. Чем вы к этому, короче, обрабатывали? Специальная пропитка Дарса. Конкретно вот то место, на которое вы указывали, это не лужа, это следы от вот этой пропитки. А ямы тоже следы от пропитки? Это не вода, это не влага. Значит, следующие недостатки, которые здесь были установлены, это недостаточная ровность покрытия. Ну, я думаю, конечно же, и вы обращали внимание на это, и мы обращаем внимание, что в некоторых местах ровность, она отсутствует. И по сей день вот есть некоторые участки, которые требуют вырубить их необходимые и приподнять. Вы вот уклоны проверяли на своей лаборатории, то есть все это в допуск, как в норме? После мусорки вы имеете? Да, 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 дальше мусорки, дальше мусорки. Ну, разу после дожда или после? После дожда. Мы инспектировали вечером уже, в течение 6-7 часов, а луж значительных не было. И не было тех, которые могут препятствовать проходу или проезду автомобиля. Просто вопрос о времени. А, то есть лужа должна быть такая, что препятствует проезду или проходу автомобиля? Ну, вы сказали это. А, лукрируйте, есть. У нас не КМЛ-трофи вроде. Я думаю, Тиреевич, у нас норматив есть? С точки зрения нормативных документов не допускаются застои воды. Эмилий Рафаэльич, а можно вот здесь обратить внимание? Это что было, благотворительность? Это в рамках проекта сделано? У вас по проекту есть? Вот этот элемент? Да. Он в рамках сметок. Эмилий Рафаэльич, а я бы не хотел к следующему, я бы посмотреть вот здесь хочу. Ну и что? Я бы хотел обратить внимание здесь. Нет, мы вернемся обязательно. Вы для кого это показываете? Для стройнадзора он это видел. Петр, тоже видел Анин. Я предложил в самом начале пообщаться с жителями, потому что жители... Да мы две минуты отнимем вас. Давайте хорошо, две минуты. Вот это в рамках сметы тоже, да, сделано, я так понимаю? Нет, это не в сметы. Почему? Нет. Нет, это тоже не в сметы. То есть это в принципе не важно, если с ним сметы это... То есть благотворительность. Ну я не знаю, может и заводка хотеть. У меня нормативные документы. Ну у нас получалось порядка 500 квадратных превышений. У нас здесь совокупность по забравной территории, для обмирования, превышений составляет 500 квадратных. Около... Сказали, что это благотворительность. А вот здесь вот. Ну вот разница в асфальте, примыканиях. Здесь понятно, грязи чуть закатали. Ну вот это вот. Это же не благотворительность, вот это вот. Вот это. Я сейчас тоже руками это отдеру. Реально. Ну согласитесь, это ненормальный асфальт. Мне не надо стройнадзором быть, чтобы вот это чудеса видеть. Я вам могу сказать, что испытания проведены в этом участке конкретно. Если у вас какие-то сомнения есть, вы можете его испытать. Прекрасно отдирается. И ничего это не держится. И видно, и фракции совершенно разные здесь. Просто где-то пыль, где-то дисперсия, где-то крупный. И здесь такая же петрушка. Вот здесь. Здесь вообще кусочек грязи застрял. Вот для сравнения я вам показываю. Это такие решения у нас принимает УДХБ. А вот, ребят, решение, которое уже сделано. Эмильер Файлич всех пробежал мимо. Хочется, чтобы все... Вот решение. Здесь уже сделана стяжка пола асфальта. Это проблема проектантов. Вот, посмотрите. То есть, вот это еще остаток асфальта. Здесь уже сделана стяжка. Вот опалубка. Видите, насколько поднялся пол? Вот коляска детская стоит. То есть, они до сих пор не довели это даже до уровня асфальта. Что нужно было сделать в проекте? То есть, понятно, снять просто старое полотно, вывести и положить новое. А не подпиливать дверь. Поэтому, как бы, у нас нареканий нет. Все, что было, нам все сделали. Мы очень довольны. Особенно довольны, что все-таки сделали нам тротуарную дорожку. Это у нас до этого была она через дорогу. Вот, и сейчас... А вот эту стояночку вы делаете за счет этого проекта? Да, это делают. Нет. Или это уже ваша инициатива? Это уже, да. Это как бы люди, потому что раз там сделали так красиво во дворе, то есть, у нас все хорошо. Ставить машину грязь наши люди не хотят. А вот это как к этому относятся. Вот они сделали парков. Пусть они сейчас узаконят. Это все по закону, все хорошо. Зачем тогда бордюрный камень-то было ложить? Они же его разобьют весь. Просто где... На уровне проектирования что это? Я согласен. Это так, это... Риторический вопрос. Я это не проектировал. Классно, да? Вы поймите, это же ремонт. Да это не ремонт, это развалится все. Вот этот бордюрный камень не будет на следующий год. Просто на следующий год. Все машины, жители, можно понять, они хотели парковку. Что нужно было? Нужно было согласовать изначально с жителями расширение это. И они оплатили бы, зарегистрировали, пока идут подготовительные работы. Убрать этот бордюрный камень, перенести туда и все. Прекрасно. Нет. Давайте будем ездить по нему. И когда мы ждали, что нам должны закатать уже, вот прям вот они должны были закатать, они не закатывают и не закатывают. Что им же дело? Мы подошли, нам сразу подрядчик объяснил о том, что тут они увидели угол очень большой, им пришлось его открывать. Я каждое утро начинаю с объезда. Особенность после дождя. Мы были, мы были тут же здесь во время дождя. Здесь вот, допустим, у нас. А вы живете в этом дождя? Живете, да? Вот человек говорит, что есть лужи. Вот, нет, вот тот перекресток. Да, я там был. Дали перекресток, все исправили уже. Когда там исправили? Ну ты подойди, посмотри. Дальний перекресток все уже исправили. Дождя нет, луж нет. Ну вот, как бы, лужа. Но не мешающая проездом транспорта, и, соответственно, нормативная лужа. А здесь с жителями парковку не согласовали. Вот. И здесь жители вышли. Уже сами укладывают. Вот инициативы жителей. Вот. Здесь нормальный вариант такой. А, вы имами? А, понятно. Хорошо. Теперь здесь сливные эти обещания. Если это не сработает... Землет, например, колодцы? Если будет вода. Если не сработает то, что сейчас подрядчик исправил, если вода будет исправить, значит будем рассматривать и другие варианты. То есть будет вход, да, устроить колодец. А нельзя просто вот взять и смять вот этот вот бугор. Давайте я поясню. Вот факел 6 запланирован уже колодец. У них будет свой колодец. Одного колодца невозможно, чтобы 2 или 3 дома принять. Вы правильно это понимаете? Там все дворы стекаются вот сюда. Стекаются, да. И должны уходить на факел социализм. Вот по этой дороге, с той стороны, тоже вода должна уходить на факел социализм. Там она должна для белой колодцы уходить на дороге. Хорошо, давайте... Почему нельзя было следовать? Тогда мы двери вообще до середины закрыли бы. А вы житель? Да, я житель. Да, вот мы первым подъездом. Ну пойдемте посмотрим. Я вам, знаете, как скажу, я не думал. Мы взяли абсолютно... Не надо думать, здесь ГОСТ и весь порядок пополним. Давайте не перебивай, другому получим. Спитали по ГОСТу, вот здесь конкретно, в этом месте, результаты соответствуют. Результаты чего? Вот эту шуршавость, если наслаждаться должно быть, вот они положили горячий охотник. Я с ним согласен. Да, он глазки хорош охотник. Потому что он был горячим. Я там простоял два часа. А вы голословно отвечаете или вы мерили температуру? Температура? А на сколько она упадет? На 10 градусов. За два часа? Да. Там? Да. И поэтому его не смогли выкатать? Что значит не смогли? Это шуршавость, это не асфальт, это шуршавость. Это холодная асфальт. У вас какое образование вы работаете? У меня хватает образования. У строителей. У строителей. У меня хватает. У меня в подъезде число бабушек. Что здесь? Здесь как им будет? Здесь уклон, надо отметить. Тут уклон, который у нас на фатальной африке есть. Зимой это будет действительно проблема. Горник выполняет фараповку так же, как и все. Проследием? А дальше как? Здесь, как-то, как-то, как-то. В этом случае управляющая компания. Георгия, вот давайте управляющая компания спросим, как она борется с наледью в зимнее время. Ой, прекрасно. Прекрасно. Я сошу подумала. Да, борется хорошо. Борется хорошо, сошуки не весят. У нас как только позвонишь, приходит сосу. Образование наледи на асфальтном покрытии бывает? Бывает. Бывает, мы убираем горник. Убирает, но не совсем она устраивает. Ну, правильно, зимой только уберешь и снова. Не, ну тут вопрос другой. Зачем было так сделано? Просто ответьте, это что-то плановое или как? Почему? Как такое? Управляющая и все, если люди будут падать. Я думаю, давайте посмотрим на зимнее время. Если управляющая компания качественно будет очищать асфальтный покрытий. Эмилия Рафаэльича, давайте мы дождя дождем, землетрясение, когда вы с должности уйдете. Зимой и дождем. А давайте... Не вашими молитвами? Да, ну нет, не моими молитвами. Это вы просто ответьте, человек задал вопрос. Здесь он... Все. Можно. Проблема... Александр, у вас какой вопрос? У меня вопрос, почему такое решение именно вот такое? Вот такой уклон, такое решение. Ну вы же в других местах не делали такое решение? Я хочу послушать вашу. Нет, мне хочется вашу послушать. Мы сделали так, как мы считали нужным. Это наше лицо города. Каждый турист, который сюда приезжает, смотрит вот на этот... Ну я не знаю, как назвать. Бардан. Ну, это на что именно? Во-первых, вы подняли асфальт. К юбилейному магазину вы не подойти. Будет. После дождя. Вода стояла и до этого. Но сейчас она будет еще лучше. Мы не сможем тут пройти до банально, вот до магазина. Мы будем вынуждены идти по дороге и по дороге выходить. Необходимо, я думаю, встретиться с представителями магазина. Нет, нет. Мы провели благоустройство. А вот тогда там, с кем надо встретиться? На аллею как выходить? Вы думаете, там уже не будут стоять? Давайте посмотрим. А мы смотрим, что есть. А мы смотрим, что есть. Они стоят. Они стоят. Они стоят. А куда они деваться? Они стекали раньше тоже на эту дорогу. Я же говорю. Вся вода уходила по этой дороге. Опусти, пожалуйста, в квадратный лыж, какая нормативная. Есть какой-то норматив? Да. Чтобы машину проезжал. Ну нет. В своде правил автомобильной дороги содержатся требования к ровности асфальта бетона. Его проверяют путем прохода трехмитровой рейки в створах. Но требования содержатся к определенному количеству зазоров под рейкой крупнее шести миллиметров. То есть это, не то, как сказать, не один какой-то зазор, а определенное количество зазоров под рейкой крупнее шести миллиметров. Там нет шести миллиметров. Там сантиметр. Определенное количество этих зазоров подпускается. Там свой асфальт на шесть сантиметров поднял. Какие? Шесть миллиметров. Вот здесь на шесть сантиметров. Почему здесь не дать это? Вы понимаете, что будут ездить туристы со всех стран на наш обелиск, на эту красивую аллею и будут видеться вот это. Давайте вот лужи. Опять же, вы сейчас, подождите, вы выражаете сейчас мнение большинства дома или свое... А старши по дому выражает мнение большинства? Старши по дому? Старши по дому? Не. Я просто спрашиваю, старши по дому выражает мнение большинства? Вы считаете как-то обратно? Я думаю, что не всегда. А вы выражаете... Вы выражаете? Нет. А здесь люди напишут, если мое мнение не совпадает, они меня закидают. Все просто. Правильно, Георгий вас спрашивает. Вы когда проектировали, это что это такое? Конечно же, стекается вся информация от жителей дома А еще старший по дому бывает аффилирован управляющей компанией, куплен ею и работает на нее А жители просто неактивные, вот и все Я снимаю личное наблюдение Есть, пойдемте Вот старший, вот вы как-то сказали, председатель совета дома Вот, конечно, все обязательно Вам нравится вот то, что вы здесь делаете? Здесь вы, пожалуйста Ну, то есть мы, как и говорим, мы проведем исследование Под рейп и трехметровый Эмилий Файлович, а вот это в рамках контракта или тоже благотворительность? Не по всей ширине, но в рамках контракта Выезд в рамках контракта Эмилий Файлович, а все-таки к ровности вот это Если это все-таки в рамках контракта, почему вот это вот так вот? Ну, вы не видите, что ли, справа? Краю асфальта? Поясню, поясните Да Вот эта вот выставка Да, да, да Там была яма, и ее просто-напросто заделали Если бы мы делали ровность, то бы сместились еще на метр Плюс еще порядка 30-40 квадратных метров Вот здесь сразу парковочный карман Давайте асфальт посмотрим, смотрите Асфальт Посмотрите внимательно, я постараюсь помедленнее походить Потому что понятно, что качество передает телефон Для сравнения, вот мой палец Вот фракция Вот мелкая, вот крупная Да, он, Инна С сайта про Балакова Просто ножка его спокойно ковыряет Видатся ноги Очень сильные ноги У Инны Чумичкиной Будем звать ее Как стройнадзор Ой, Инна, перестань Ты сейчас людям все парковку Парковку до дна доковыряешь Часть асфальта укладывается от асфальта укладчика То есть асфальт заходит И под вибро бруса И выглаживающие плиты Соответствующие гладки А карманы парковочные Нет, не имеют возможности Укладываться асфальт укладчиком Они все укладываются вручную Поэтому получается такая некоторая шероховатость Но на качество это не влияет А в парковках почему такая Асфальт укладчика Ну, здесь совсем другое слое Г-2 марта В нем нету щебня А щебень придает Это как кость в организме Кость для асфальта Понял? Кость для асфальта Для льва, да еще Для льда, вот тоже кость Кость Машина И он вот так вот был. Вот нам, ребята, его выпрямили. Все, вот здесь, сколько мешало, отрезали. Полом объеме. А кто профилюсировал? Депутат? А, фиг? Вы? Сами? В торговле говорят, там, где излишки, там и недостача. Это ваше мнение. Не допускал. Странный у вас метод работы в торговле. У меня не метод, это поговорка. В бизнесе ничего ниоткуда не берется. Ни асфальт, ни щебень. Иначе там это вроде ООО ПИК, вроде ООО, а не коммерческая организация. Благотворительный фонд, подари асфальт. Вы хотите мне что-то... Не, 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 ни в коем случае. Это предположение просто. Продолжение следует... Продолжение следует...